Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом, друзья мои, идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской. И вам надлежит пройти по ссылке в описании, подать заявку и занять место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Так, если вы смотрите в прямом эфире, то... Так, забыл я открепить этот самый... Сейчас сделаю, закреплю новую трансляцию. Если вы меня видите и слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. Да, и ссылочку тоже добавлю, по которой вам надлежит пройти. Так, видно и слышно. Значит, друзья, смотрите, как я и обещал, сегодняшнее занятие совмещенное. Сегодня десятое занятие самодисциплины и девятнадцатое занятие нашего онлайн-курса «Год денег». Давайте, чтобы я понимал, какая у нас здесь аудитория. Если вы проходите самодисциплину, но не проходите год денег, напишите в чате «Самодисциплина». Если вы проходите год денег, но не проходили самодисциплину, напишите «Год денег». Если вы проходите и самодисциплину, и год денег, напишите там и то, и другое, например. чтобы я примерное распределение видел и понимал насколько подробно мне надо давать какие-то темы так но я вижу что в основном самодисциплина и есть люди да есть и год и то и другое есть и тот самый не можно даже без хлеба да как мы вчера выяснили да что мы автоматически идем по фразе так окей значит ничего страшного если я вдруг повторюсь да если я вам дам какую-то вот то что я сегодня вам буду рассказывать и давать мы будем делать трансовую технику в конце занятия если вдруг окажется что вы ее уже проходили ничего страшного ее можно и несколько раз делать и те темы которые я рассказываю тоже если вдруг вы слышали их на других моих курсах то тоже большой беды не повторение мать учения а папа парабеллу вот так что так что мы сегодня об этом поговорим для того чтобы вообще понять о чем идет речь сначала позвольте мне ввести немножечко терминологии нам надо говорить сегодня будем о целях нам надо научиться прежде чем вообще ставить цели понимать что такое цели да нам нужно понять что такое цель а что целью не является и для начала позвольте ввести в наш с вами научный обиход термин мечта мечта что такое мечта это что-то да то есть очень часто мы себе начинаем рассказывать какую-то историю да то есть мы показываем себе какие-то картинки да например вот я куплю себе какую крутую машину вот я буду ездить на этой машине или я себе куплю домик у моря вот я буду в этом домике жить до гулять собакой вокруг моря там и так далее тогда а вот я напишу роман или сценарий я получу оскар вот я стою речь как то есть мы всегда видим картинку какую-то да то есть мы рисуем некий образ и себя в этом образе если например и причем очень часто это сигнал о некой неудовлетворенности да то есть например если это сексуальная неудовлетворенность так картинки будут какие будут сексуальные образы какие-то причем может быть вы мысленно будете заниматься сексом с персонажами как с которыми там физически вы не соприкасаетесь да например с какими кинозвездами или порно звездами если например вы устали да то вы скорее всего будете видеть какие-то образы связанные с отдыхом да например берег моря и вы лежите на лежаке отдыхаете там и так далее так далее а вот что такое мечты и чем они отличаются от всего остального мечты это что-то что мы хотим но мы не делаем ничего для того чтобы это получить да то есть условно говоря там у меня в свое время в школьные годы в позднее в девятом классе я мне очень нравилось певица мадонны мне не нравились песни которые она пела но мне она внешне очень нравилось вот я мечтал вырасти прославиться разбогатеть и жениться на мадонне более того я даже поспорил со своим одноклассником на ящик водки с лёхой пшеницыным если кстати кто-нибудь знаком с лёхой пшеницыным и сам же то напишите ему скажите пусть он со мной свяжется я готов ему это эти 20 бутылок водки готов ему вернуть потому что очевидно что пари я проиграл очевидно что на мадонне я не женился вот и да вот мы с ним поспорили я сказал что через восемь лет в течение следующих восьми лет я женюсь на мадонне если нет я тебе ставлю ящик вот вот я готов его либо в качестве физического объекта проспоренное вернуть либо денежный эквивалент это этого ящика водки готов вернуть например иногда да иногда довольно часто да вы уже знаете что я родом из деревни из деревни сям же из поселка сям же вологодской области откуда я уехал 30 лет назад когда мне было 17 лет и вот за эти 30 лет не было дня чтобы я не рисовал себе некий образ возвращения вся да то есть я представляю что вот я приезжаю да пока в живые родители были что вот я прихожу в родительский дом там так далее да сейчас я могу мечтать о том что вот я куплю дом буду там сидеть у окна смотреть на дымы над поселком зимние да вести подкаст вести мастерскую и так далее и так далее да то есть представлять какую-то такую мечту но при этом как вы понимаете я не сделал никаких действий для того чтобы жениться на мадонне ни единого действия я не предпринял да то есть я не поехал в америку не стал крут кружиться в тех кругах где она кружится да и что к ней каким-то образом приблизиться ни единого действия я не сделал да и что касается там вернуться в сам же тоже опять же ну никакой проблемы в этом нет да то есть я могу прямо сейчас сесть поехать туда купить любой дом который мне понравится да или нанять людей и построить такой дом какой мне понравится да то есть это ну вообще никакой проблемы нет но я ничего этого не делаю да потому что мечтать это одно да а делать какие-то действия это совершенно другое и точно так же да если например я не случайно упомянул сексуальные фантазии почему потому что это очень четкий прям такой вот маркер да то есть человек вполне может мечтать до рисовать себе какие-то образы как он с кем-то с каким-то человеком с кинозвездой со знаменитостью чаще всего до общается там может быть физически до занимается сексом но при этом человек опять же не делает никаких действий для того чтобы это произошло и вот точно так же может быть могут быть другие какие-то мечты по которым вы не делаете никаких действий вот кстати говоря забавно анастасия пишет ваша супруга ведь похоже на мадонну наверное есть здесь есть какой-то естественно да какой-то триггер на который я среагировал когда ее впервые увидел она была тогда еще более еще более блондинкой чем сейчас вот поэтому конечно так есть ли есть ли у вас какие-то мечты можете саму мечту не писать но просто вот как бы прошерстите вот есть ли у вас какие-то мечты которые вы действительно там часто может быть возвращаетесь мыслями к этому да но вы не делайте ничего для того чтобы эта мечта осуществить лёха пшеницын нашелся в комментариях пишут я его пытался как-то найти вконтакте нашел какой-то аккаунт но закрытый поэтому не знаю может быть это и есть и есть он просто забавно что всем же есть еще один лёха пшеницын на год старше мой одноклассник лёха пшеницы и еще один парень на год нас старше он тоже лёха пшеницы да то есть хозяйка медной горы двоится стал так что тут не все не так просто с лёхами пшеницыными ваша жена это покруче мадонны да конечно безусловно я думаю что во всяком случае мадонна не сделала бы меня настолько счастливым так моя мечта взять интервью бориса гребенщикова есть для которых делаю есть для которых не делал вот смотрите здесь надо отделить до те мечты по которым вы делаете что-то и те мечты по которым вы ничего не делаете да потому что это нормально совершенно мечтать о каких-то вещах которые вы никогда не сделаете и просто важно для себя это понимать да то есть я для себя например понимаю что я вся вам же никогда не вернусь да как бы я об этом не мечтал соответственно да я понимаю что я на мадонне никогда не женюсь да как бы я там свое время опять же тоже об этом не мечтал сейчас я вспомнил про это да сейчас я уже конечно об этом не мечтаю безусловно есть хотел быть великим диктатором по понятным причинам не стремлюсь осуществлять может быть и такое да то есть а как бы я себя вел если бы я был великим диктатор да то есть но вы можете быть скромным муниципальным служащим да но при этом конечно вы можете мечтать быть великим диктатором и думать а вот если бы я вот такой закон принял или всякой закон принял да это тоже нормально но опять же вы не делайте ничего для того чтобы это осуществить вот и здесь надо смотреть вот что касается мечты мечта это с одной стороны некий маркер наших устремлений да то есть например там случае с там с мадонной да определенно что ну видимо мне вот вот такой тип тип женщины мне нравится да умная целеустремленная волевая красивая сексуальная да вот 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 такой такое какое направление может быть мечта может быть маркером вашего состояния да например я начинаю мечтать о сам же тогда когда я устал да то есть когда я не устал я о других вещах мечтаю да я думаю о том вот я хочу вот такую студию для подкаста вот вот такое я себе хочу до сделать организовать я хочу в итоге я хочу сделать и вот был у нас такой проект диалоги я хочу в итоге к этому прийти к тому чтобы у меня была команда авторов 30-40 человек и чтобы мы вместе делали кучу интервью и 10 выпусков в день и чтобы у нас была аудитория не знаю там 30 50 миллионов человек в день вот вот это топ-то к чему я хочу то что я хочу построить ну естественно к этому прикручена мастерская там и так далее так далее то есть да я уже в своих мечтах некую там некую структуру этого этой такой мега мастерской я ее уже продукт вот и в то же время да то есть это может быть маркером наших устремлений а с другой она может оказаться магнитом под компасом под компасом как вы говорите да помните в 15-летнем капитане да там злодей подложил он топор он подложил намагниченный под компас для того чтобы стрелку сдвинуть и они вместо америки вместо америке приплыли в африку и вот здесь тоже самое да то есть ваши мечты они с одной стороны могут показывать что-то до быть каким-то маркером намеком того что на самом деле является вашей целью или вашего текущего состояния но и может сбивать с цель до например я там точно понимаю что там мои мечты просям же они меня сбивают с цель потому что ну зачем да потому что я не могу приехать всем же моего детства потому что естественно да я просто возвращаюсь в воспоминания а вот это мне мешает да я стараюсь это отключаться от этой мечты дальше вот эта мечта следующее это хотелки это что-то что мы хотим но нам это не нужно да то есть это не это может быть либо никак не относиться к нашим ценностям да никак не соответствует нашим целям но просто вот хочется это чаще всего это какая-то игрушка например вот пример такой хотелки прям классический те кто давно слушать наши эфиры помнят как у меня однажды я прям стане мужицкой у нас был эфир наверное года четыре назад или года три назад и я сказал вот хочу короче вот есть у меня мечта я хочу часы панырай я собираю коллекцию часов и вот прям вот хочу часы панырай вот и она это зачем тебе ягод ну вот ты знаешь для меня это какой-то вот ну знак такой что ли то что я там всего добился всего чего хотел там тогда они стоят 800 тысяч 840 тысяч рублей та модель которая мне мне нужно было на вот и я загадал себе желание на этот год вот чтобы я купил себе часы панорай я их купил через четыре месяца потому что ну как бы если исход из категории хотелки его переводишь в категорию цели да то дальше просто ну берешь и покупаешь вот я год носил поносил ну и собственно в какой-то момент опять же я почувствовал что все они мне больше энергии не дают да то есть вот хотелка хотелка закрыта ну вот есть они ну и что ну и все я я избавился вот и там да у меня большая достаточно коллекцию часов и это это тоже как бы маркер как с помощью которого можно видеть какие-то вещи да потому что часы это именно игрушка такая как украшение смысла утилитарного никакого не имеет и я долгое время носил там самые дешевые часы какие только можно за 700 долларов джи шок которые я купил вообще для того чтобы на пробежку ходить вот да сейчас у меня ланжин это жена мне подарила жена похожа на мадонну подарила мне в этот раз на на новый год часы ланжин вот но я не не просил просто вот как как то то есть хотелки это что-то что хочется но по большому счету не нужно то есть вы можете это получить но если не получите тоже большой беды не будет что делать с хотелками я считаю что хотелки конечно надо себе надо позволять себе эти хотелки удовлетворять то есть это что такое это подарок себе да это вы себя радует если я могу позволить себе купить те часы которые я хочу себе то то почему бы и не и не купить но нужно стараться не за счет своих ценностей да то есть условно говоря не не жертвовать своими целями да я сейчас не не выплачиваю ипотеку жена без там новой шубы до ребенок без этих самых без кружков на которые он входит там на дорогие достаточно но зато я куплю себе часы той марки которыми на то есть мы делаем подарки себе обязательно да почему потому что мы себя рады но мы и к ним относимся именно как хотелка если у меня выбор если мне надо сделать ремонт квартиры да и выбор либо сделать ремонт квартиры либо купить себе новые часы то наверное я сделаю ремонт квартир да то есть делать приоритеты до выбирать приоритет и относиться к этому именно так вот все предыдущие проблемы все решены в этом случае да можно себя вознаградить хотелочкой какой-то закрыть какую-то хотелочку и хотелки этим это надо иметь обязательно да и надо время от времени себе такой с полочки так есть деньги есть проблемы основные закрыты до есть запас денег можно себе удовлетворить какую-то хотелку какая у меня там хотелка такая-то очень часто вот эти хотелки это что-то что вы видите у кого-то то есть вот прям видите вот у человека есть что-то и вы это себе хотите то есть там в хотелках очень много зависти вот если уж если уж мы о часах заговорили то почему мы опять говорим о часах давайте я вам покажу просто опять же упомянутого мной андрея парабеллума у него были тоже были часы которые мне очень нравились часы техномарин редкая модель вот я взял заказал себе часы техномарин как как у как у парабеллума но опять я для себя понял такую штуку до что я увидел у кого-то и подумал о я хочу себе такое же вот я такое же себе приобретаю и не потому что я хочу это потому что я хочу чтобы как у него и они классные они замечательные в них можно бегать я плаваю в них бассейне в баню хожу защищены отовсюду вот насколько понятна эта тема мечты и хотелки если есть какие-то вопросы то по этой теме если все понятно напишите что все понятно если есть какие-то вопросы то задайте вопросы если нет хотелок нет меч это выгорания наверное уже может быть да это может быть выгорали да то есть такая степень усталости что уже вообще ничего не хочется надо отдыхать все надо останавливаться прекращать делать то что вы делаете сейчас и отдыхайте так моя хотелка вместо на курсе полного метра хотелка ли это да то есть если вы вы это хотите просто потому что вам это да где-то у кого-то есть а у вас это нет да вы кстати очень точно как басин мечтала пальто фильме курьера это была хотелка не мечта да вот на тебе пальто держи и мечтая о чем нибудь более серьезно вот анастасия очень точное замечание пишет голодные потребности надо закрывать мозги свободнее становится то есть понятно что если например вы сидите без работы и вам надо платить за съемную квартиру и вы не знаете где взять денег наверное вы не думаете о часах панерай а думаете да то есть а когда вы закрываете да все основные потребности текущие вы защищены от любых неприятностей есть запас денег потому что безопасности да то есть все когда вы все это у вас закрыто дальше уже естественно начинает возникать хотелки но даже в этом случае до места для хотелок конечно надо находить и когда там я жил на съемной квартире и так далее так далее я тем не менее всегда там мог себе найти какие-нибудь 50 рублей на то чтобы не знать там купить журнал афиша до который по большому счету мне нафиг не нужен был ну вот нравился мне журнал афиша да вот я куплю себе могу себе позволить вот единственное что я могу себе позволить за 50 рублей купить журнал афиша или диск с фильмом какой-нибудь там мог позволить себе купить вот для меня это было вот такая хотелка так чем мечта отличается от хотелки смотрите хотелку вы можете удовлетворить да то есть и вы делаете да то есть хотелку вы удовлетворяете а мечту вы не да это что то к чему вы что вам хочется ночь что вы не делаете вы Ничего не делайте для того, чтобы это произошло с вами. Естественно, у вас мечта может переходить в другие категории. То есть, если вы начинаете делать что-то для этого, она переходит в другую категорию. Окей, хорошо. Да, хочу в баню. То же самое, кстати. У меня долгое время была хотелка. Хочу в баню. Я потом думаю, а в чем, собственно, проблема? Да, я сел на такси, доехал до нас тут рядом аквапарк Карибия. И там сауна, баня, хамам, все на свете. И я отличнейшим образом попарился в бане. То же самое. Давно я собирался на массаж. Взял и тут где-то я увидел, а Таня Мужицкая написала пост про системный массаж. Я такой думаю, блин, а что? Ну, я же давно хочу сходить на какой-нибудь хороший прикольный массаж. Тут же нашел в интернете этот системный массаж. Тут же им позвонил, записался и вот на два сеанса сходил перед Новым годом. Тоже отлично. Действительно хороший, очень хороший массаж. Тещу сейчас записал. Сейчас она ходит, делает массаж лица себе. Так, окей. То есть, вот вы меня не поняли. Я вам прямо противоположное сказал. Анна пишет. То есть, если с деньгами в обрез, нельзя себя радовать и делать подарочки. Обязательно надо себя радовать. И обязательно надо делать подарочки. Просто в этом случае вы себе открыточку покупаете за 3 рубля. Да? А не часы за 800 тысяч. Да? Делать обязательно надо. Просто надо делать таким образом подарки, да? Чтобы вы с голой задницей не остались. Потому что очень часто вот именно хотелка сбивает человек из пути, да? И человек тратит деньги на хотелку вместо того, чтобы потратить деньги на что-то, что по-настоящему важно. Так, апатия – это когда ничего не хочется. Здесь, ребят, вот надо осторожнее к этому относиться, да? Выгорание, апатия – это все разные вещи. Депрессия еще, скажите, да? Лень, да? Причины могут быть разные от этого, да? То есть состояние одно, а причины этого могут быть разные. И я лечением по фотографии не занимаюсь, да? Поэтому я не знаю, что у вас стало причиной. Надо смотреть и разбираться, да? То есть может быть вы много месяцев делали то, что не приносило вам результат, да? И это привело к выгоранию, да? Может быть вы вообще не тем делом занимаетесь. Вам вместо этого надо сценарий писать. Чем бы вы там ни занимались, да? Выгорание очень хорошо лечится написанием сценариев. Вот. И осторожнее с этим надо смотреть. У меня проблема, не умею завидовать. Это все игры. На самом деле все умеют завидовать, да? То есть если у вас есть зеркальные нейроны, они у вас есть, да? Да, с учетом того, что я не знаю, сколько вам лет, да? Но раз вы на этом тренинге, да, то вам, наверное, ну не 6 лет. Если вы дожили до своего возраста, то, скорее всего, зеркальные нейроны у вас работают хорошо. Потому что иначе вы бы умерли просто. Да, если вы умеете писать на русском языке, да, это значит, что вы смогли, воспользовавшись своими зеркальными нейронами, выучить язык, как минимум. Вот. А это значит, что и завидовать вы тоже умеете. Да, то есть может быть вы себе в этом не признаетесь, но на самом деле умеете. Так, если хочешь поехать на море, это хотелка или мечта? Может быть и так, и так. Потому что люди, есть люди, которые годами мечтают поехать на море. То есть если вы едете, в конце концов, на море, да, это хотелка. Да, а если вы мечтаете, ну ничего не делайте для этого. Есть люди, которые так всю жизнь прожили, мечтая о море, ну и так и не поехали. Так, сейчас мы о целях поговорим, Гелия пишет. На курс к вам приду, это не хотелка или мечта. Что это цель? Сейчас поговорим, здесь тоже есть нюансы. Вот понимаете, вот когда разберешься вот с этими тонкостями, вдруг начинаешь понимать, почему вообще не получается, казалось бы, так просто, да, достичь какой-то цели. Вот есть цель, определили действие, выполнили действие, получили результат. Что может быть проще? Почему люди этого не делают? Да, есть цель, например, стать знаменитым писателем. Ну, поставил цель, определил действие, сделал их, получил результат. Хочу похудеть, опять же, цель, действие, результат. Все очень просто, но почему-то люди этого не делают. Так, сегодня сон снился, мне кто-то говорил, что мало делаешь что-то для чего-то, как раз в тему, что сейчас говорите. Да, совершенно верно. Для того, чтобы получить тот или иной результат, нужно делать какие-то действия определенно. Делайте действия, получайте результат. Теперь, смотрите, вот, допустим, вам нужно сделать что-то, например, написать книгу. И есть люди, которые говорят, цель моей жизни написать книгу. И если вы не знаете, что нужно сделать для того, чтобы написать книгу, да, то есть книгу написать, это же не просто, да, садишься и с первого слова начинаешь и пишешь книгу. То есть, когда мы, это технология, да, то есть вы, конечно, можете случайным образом написать книгу и получить результат, да, если вы там много читали литературы, да, интуитивно умеете, да, то есть интуитивно у вас есть начитанность, есть написанность, что называется, да. Когда я писал свой первый роман в 22, по-моему, года, да, я не умел писать романы, да, но я много читал, я много писал. И вот на этой энергии молодой вот что-то там у меня тяп-ляп сложилось, и книга вышла и стала бессендерной. Сейчас я ее, конечно, не принимаю. Но это технология, да, и она вполне конкретная, да, вот когда мы пишем сценарий, например, да, опять же, тоже сценарий, как писать, ты сел и начинай с первого слова и пиши. Нет, у нас мы текст сценария начинаем писать на седьмом занятии, да, то есть мы шесть занятий делаем подготовительную работу, и потом за четыре недели очень быстро пишем сценарий. Точно так же роман, да, у нас первые шесть занятий мы занимаемся подготовительной работой, и только после этого мы начинаем писать роман с седьмого занятия. И, соответственно, почему-то у нас и романы пишутся, и сериалы пишутся, и сценарии пишутся, да, потому что мы знаем технологию, и мы работаем по технологии. И когда человек говорит, что у меня цель моей жизни написать книгу, для меня это очень странно, да, потому что есть технология, берешь, делаешь и проходишь по шагам и получаешь книгу. Мне случалось написать три книги за один день. Это понятно, что это не романы, это не нон-фикшн сложные книги, это рабочие блокноты, рабочие тетради, да, где перечень вопросов, перечень заданий, вернее, которые берешь и по этим заданиям, да, делаешь. Прокачай себе писателя, прокачай свои деньги и прокачай себя. Три книги, они изданы книгами отдельными в издательстве Эксмо, большим достаточно тиражом, и они, все эти три книги, сделаны, написаны за одно утро. Я тогда проходил адскую неделю, каждое утро вставал в пять утра, и вот однажды я был запланирован, мне хотелось такую растяжку для себя сделать, за один день написать три книги. Вот я это сделал. Они все три стали бессиленными. Можете их заказать и посмотреть. То есть, вот смотрите, еще более простой пример. Например, надо сходить в магазин за хлебом. Я не покупал хлеб в магазине, ну не знаю, лет 20 так точно. Потому что там у меня женщины этим всем занимаются, сейчас они, естественно, тоже не ходят в магазины, да, они заказывают все онлайн, да, и просто приезжают курьеры, привозят все, что надо. Но я понимаю, мне технология покупки хлеба мне знакома. И когда мне было 10 лет, у меня было, у меня было четыре обязанности в детстве. Я должен был сходить за хлебом в магазин, должен был принести воды, должен был принести дров и должен был вынести из ведра. Вот четыре обязанности я приходил из школы, начиная, по-моему, со второго даже класса была обязанность, да, у меня там лежали эти 20 копеек, буханка хлеба стоила 16, да, вот лежала 20-очка и 4 копейки были мои сдачи законные. Вот я должен был сходить в магазин. И я понимаю, что если мне сейчас надо будет сходить в магазин, технология мне знакома. Я, мне нужны деньги, да, значит, мне надо взять карточку, выйти из дома, дойти до магазина. У меня есть некая гипотеза, в каком ближайшем магазине можно купить хлеб, да, я зайду в магазин, найду этот хлебный отдел, хотя я не знаю, где находится хлебный отдел в любом магазине, да. Я знаю, у меня есть технология нахождения этого, этой полки. Возьму, заплачу, заберу хлеб и уйду, да, то есть поскольку мне знакома технология, я знаю, как получить этот результат. Вот это не цель, это задача, да, то есть когда вы в точности понимаете, как получить результат, вам нет смысла поднимать эту задачу до уровня цели. Да, то есть есть задача, вы запланируете, планируете действия, да, делайте его и получаете результат. Насколько это понятно? Чем отличается задача от хотелки и от мечты, и от цели, в том числе? Как называются книги? Прокачай себя, прокачай свои деньги и прокачай в себе писателя. Захотелось хлебушка. Да, все понятно. Теперь, что касается цели. Что такое цель? Цель это что-то, что, во-первых, мы не знаем, как это получить. Да, то есть там есть какие-то действия, которые нам не знакомы, да, то есть, потому что если все действия известны, да, то нам у нас нет задачи повышать приоритет задачи до цели. Мы просто делаем эту задачу и получаем результат. Да, как, например, я отвожу ребенка в школу каждый день, да, для меня это не цель, для меня это задача, да, потому что мне каждое действие знакомо. Я могу думать о чем-то другом в процессе выполнения этой задачи. Цель, да, это что-то, что вы не знаете, как это получить, да, то есть есть какие-то пробелы в действии, и, соответственно, вам нужно еще узнать, какие действия нужно сделать, чтобы эта цель достигла. Но мы понимаем, да, что есть еще что-то, что повышает приоритет цели, да, то есть мы понимаем, что цель интуитивно, мы понимаем, да, что цель это что-то, что в ваших жизненных приоритетах выше мечты, выше хотелки и выше задачи. Я много об этом думал, и мне кажется, что цель это что-то, да, то есть это скрыто в самом слове, да, то есть на самом виду, как письмо у Эдгара По. Цель это что-то, что делает вас цельным, да, то есть что-то достижение чего делает вас собой, да, то есть это что-то, что является частью вас, и что только если вы это достигнете, вы будете цельным. Вы будете таким, каким должны вы быть. Вот в этом, на мой взгляд, отличие от мечты, от хотелки, да, то есть очень часто кажется, да, что вот если я получу вот это, хотелку вот эту получу, это сделает меня цельным. Да, получайте, нет, не то, да, значит что-то другое. Надо найти что-то, что на самом деле сделает вас цельным. То есть нужно понять, что среди ваших мечт, среди ваших хотелок, среди ваших задач, которые вы перед собой ставите, что из этого сделает вас цельным, что из этого сделает вас настоящим, что из этого сделает вас таким, каким, какой вы должны быть. Насколько это понятно, или если что-то непонятно, то задайте вопросы. Так. Написание книги было целью, либо не знало технологии, когда узнала про вашу мастерскую, это стало задачей. Так, например, да. Как это быть цельным? Я скажу так, вы это ни с чем не перепутаете. То есть когда это произойдет, вы сразу же это поймете. То есть не может быть такого, что вы стали цельным, но этого не заметили. Или вы не стали цельным, а про себя думаете, нет, все, я стал цельным. Нет, вы все равно чувствуете, нет, 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 что-то еще не хватает. Часы панорай купил, а счастья нет. Так. Задача на автомате, цель нужная для целостности, мечта может быть нереальной, хотелка не обязательно что-то нужное. Да, примерно так. Да, то есть мы же с вами, наша с вами задача создать не математически точное уравнение, а в точности понимать суть дела. Да, то есть как вы по большому счету, как вы это будете называть, не так важно. Да, то есть я создаю модель, модель это всегда упрощение, да, то есть для того, чтобы вы поняли, как устроена ваша жизнь. Потому что в целом, если не использовать модели, да, жизнь кажется хаосом. Как только начинаешь использовать модели, сразу же понимаешь, ага, вот это, вот это, вот это, вот это. Так, написать книгу задача, так, да, когда вы знаете, как написать книгу, это становится задачей. Стать писателем и жить жизнью писателя, это цель, да, вот это может быть целью, да, то есть стать писателем, да, то есть мы с вами уже что-то нащупали, да, что для того, чтобы цель была достигнута, вы должны стать кем-то, да, то есть не достигнуть что-то, да, не в мире что-то изменить или предмет какой-то раздобыть, да, а что-то изменить в себе. Это перекликается с божьим промыслом, для чего я задуман как человек именно такой, как вы есть. Совершенно верно, вы совершенно правы, да, то есть что такое вообще миссия, да. Если мы исходим из того, что человек является частью системы, а это безусловно так, да, то есть человек отдельно сам по себе не существует. Он встроен в ближайшее общество, в семью, да, в страну встроен, в профессию встроен, да, то есть человек является частью кучи-кучи-кучи систем. И коль так, да, то раз он является частью системы, значит в этой системе у него есть какая-то функция, да, если есть функция, значит есть эмиссия, значит есть что-то, ради чего этот человек появился на свет. Да, то есть это не значит, что человек родился физически для чего-то. Это значит, что когда он вошел в систему, он от этой системы получил какую-то задачу, какое-то поручение. И вот наша задача это поручение определить и выполнить. Так, есть, можно ли позже купить курс записи? Нет, мы проходим курс вживую онлайн, потому что я читаю домашки и так далее. Мы живем в курсе в нашем. Вот сейчас у нас идет сериальный курс и курс это мастерская, это жизнь, а не что-то, что в записи можно послушать. Так, целостность это ряд. Да, вы все, вы абсолютно все правильно понимаете. Боюсь, что ничего не сделает меня цельной. Ну, видимо, был какой-то опыт негативный. Надо смотреть, что тут. Опять же, по фотографии я не могу ставить диагнозы какие-то. Надо обращаться к специалисту. Так, стать писателем это не цель. Ведь я знаю, какие действия нужно сделать. Если знаете, то тогда не цель. Если вы в точности знаете. Ой, ребята, горло у меня, конечно, до сих пор лютый-лютый бронхит. Так, наверное, мечта сделает меня счастливой. Если ваша мечта совпадает с целью, да, она может совпадать с целью, то тогда вполне может быть. То есть, например, если то, что вы мечтаете, вы мечтаете о том, что вы сидите и пишете. Да, то есть, если это является мечтой, то тогда, да, и это же является вашей целью, тогда, конечно. Как понять, что сделать цельным? Только перебором. Только пробовать разные варианты и определять. Да, то есть, вы можете строить какие-то предположения по поводу того, какое действие сделает вас цельным. Но в реальности только попробовав это. Цель признания. Задача, как я буду этого добиваться. Да, совершенно. Для этого признания, тоже для признания, есть технология. Как издать и раскрутить книгу. Раньше же как относились? Если повезет, книга станет бестселлером. Да, это технология. Сделать книгу бестселлером – это технология. Это даже не очень трудно сделать. Так. Хорошо, идем дальше. Теперь вопрос. Вот вы уже кое-кто цели написали. Давайте так. Я сформулирую вопрос по-другому. Не о том, что является вашей целью. А так. Одна ли у вас цель? Или у вас много целей? Вот если одна, напишите. Вот есть одна цель. Проверить ее очень просто. Вот если, например, вы такой, давайте, кнопочный вопрос. Или волшебный вопрос, коучинговый. Делаем такое мысленное упражнение. У вас волшебная кнопка. Нажимаете, и желание выполняется. Вот у вас много целей. Или у вас одна цель. Или много целей, и среди них есть одна более важная. Так вот, вопрос. Если вы, вам предлагается выбор. Вы нажимаете на кнопку, и ваша цель будет достигнута. Гарантированно. Прямо сейчас. Сразу же. Но! Все остальные ваши цели достигнуты не будут. Вот если вы соглашаетесь на это, значит, у вас есть одна цель. Если не соглашаетесь, и скажут, нет-нет-нет, я вот то тоже хочу. Значит, у вас несколько целей. Проверка очень простая. Одна или несколько. Две. Например, там, не знаю, стать знаменитым или похудеть. Да? Стать знаменитым писателем или похудеть. И если я готов, да, черт с ним, пусть буду жирным. Но буду знаменитым писателем. Если так, да, все, все понятно. Отец, нет-нет-нет, похудеть тоже хочу. Замуж тоже хочу выйти. И домик у моря хочу. Так, одна есть. Хорошо. Теперь вот смотрите, очень часто, если целей есть, если цели несколько, как правило, у большинства у вас много целей, у большинства несколько или две цели. Очень часто, когда целей много, то есть какое-то одно единственное изменение, которое может закрыть сразу много целей. Сразу все ваши цели. Возможно, вы его пока не видите. Возможно, оно находится для вас где-то в слепой зоне. То есть оно есть, но вы его не замечаете. Или не признаете, что это надо сделать. Или это для вас так трудно, что вы стараетесь все, что угодно сделать, но этого не делаете. Как, например, у меня были проблемы со здоровьем в молодости. Я что только не делал. И медитация, и йога, и чертов ступер. Но при этом я одну единственную вещь не делал. Я не бросал курить. То есть я продолжал херачить по три пачки в день. Естественно, у меня со здоровьем было все очень плохо. И медитация нифига не помогала. И йога не помогала. И как только бросил курить, ничего. Все сразу как-то начало выправляться. Вот. И я называю такую цель зонтичная цель. Или цель зонтик. Почему? Потому что есть всегда, можно найти, сформулировать такую цель, которую, если вы ее достигаете, она решает вообще все проблемы. Это может быть цель не на всю жизнь, но конкретно в вашей текущей ситуации. Что это чаще всего бывает за зонтичная цель? Чаще всего, в 99% случаев, это накрывает следующее действие. Это перемена работы. Это освоение новой профессии. Например, вам надо, как Жижик говорил, вы ненавидите не понедельники, вы ненавидите капитализм. Я то же самое считаю, что вы ненавидите не понедельники, вы ненавидите то, что вы не сценарист. И нужно освоить какую-то новую профессию, поменять профессию, идти в другую профессию. Нужно переехать в другой город или переехать в другую страну. То есть, например, я там 10, вот после молодости в Сямжи, до 17 лет, после этого я 10 лет жил в Вологде. И я там сделал мега карьеру. То есть, ну там куда уже выше. Я был главным редактором самой тиражной газеты в Вологде. И мне в 26 лет я стал главным редактором. Я на работу ездил на такси. У меня там тройка телефон стоял, прямой телефон связи с губернатором в кабинете. Да, то есть, куда выше. Самому губернатором стать. Ну, меня это не очень привлекало. Да, и я понимал, что для достижения моих целей, да, при этом у меня книги в Москве издавались и так далее, да, то есть все было, все возможности там были выполнены до предела. И я понимал, что надо уезжать. Да, то есть, и если бы я остался там, никакие из моих дальнейших целей не были достигнуты. То есть, одно единственное действие в тот момент мне было доступно. Уехать из Вологды. Все, я это сделал. Да, зонтичная. Это было, 10 лет это было моей зонтичной целью. Я это просто, в некоторые моменты я это понимал, в некоторые моменты я этого не понимал. Есть ли у вас такая зонтичная цель, которая решила бы вообще все ваши проблемы. Вот, кстати, Алексей пишет. Моя книга стала бестселлером на Озоне. Алексей проходил наш, причем бесплатный тренинг, технология бестселлера. Да, вот использовал эту технологию, книга стала бестселлером. То есть, может быть, пока вы эту цель не видите, значит, это вам на подумать. Найти и выбрать эту цель, которую, если вы ее делаете, если вы ее выполняете, тогда у вас все решается. Да, то есть у меня, пока я... Там, сначала переезд в Москву, а потом тоже здесь, я тоже очень быстро сделал карьеру. Чем бы я ни занимался, везде я сразу очень быстро делал карьеру. Но только тогда, когда создал сценарную мастерскую и стал заниматься тем, чем я хочу заниматься, только после этого я почувствовал себя целью. И это закрыло все мои вопросы. И финансовые, и творческие. Абсолютно все вопросы закрыло. Так. Хорошо. Идем дальше. Еще раз я подчеркиваю, что в каком направлении думать. Да, то есть, что-то связанное с работой, что-то связанное с делом, которым вы занимаетесь. Может быть, это вид деятельности, да, из наемного рабочего уйти в предприниматель. Или наоборот, из предпринимателей, из фрилансеров уйти в найм. Может быть, что-то связанное с окружением. Да, то есть, может быть, надо выйти из окружения. В некоторых случаях, но здесь я сразу же оговорюсь, я не семейный психолог, не могу советов давать. Обратитесь к специалисту, проконсультируйтесь, если вам нужна консультация на этот счет. Может быть, какие-то проблемы с семейным положением. То же самое, как человек, живущий во втором браке. Опять же, я мог бы остаться в первом браке, который был не шибко счастливым для всех участников процесса. Но я вышел из этой системы и создал другую систему, которая оказалась более дееспособной. Поэтому здесь возможно что-то. Либо географический переезд в другую страну, в другой город или по горизонтали, или по вертикали перемещения. То есть, может быть, вам нужно стать начальником. Как, например, в свое время у кого же я читал? По-моему, у Лунгина, который был сценаристом. И вот сценаристом он был плохим. И в какой-то момент, уже будучи зрелым человеком, он попробовал себя в режиссуре. И обнаружил, что режиссером ему нравится быть, а сценаристом не нравилось. И он начал сам снимать кино. И был достаточно успешен в этом смысле. Довольно много фильмов снял. То есть, сдвинуться по вертикали. Вам не нравится быть журналистом, а может быть, вы будете великим редактором. Вам не нравится быть актером, а может быть, вы будете великим режиссером. Может быть, вам надо, вы работаете наемным режиссером, а вам, может быть, надо создать свой театр. Опять же, для этого есть своя технология. Вон, Коляда создал свой частный театр. Замечательнейшим образом уже много лет существует. Насколько понятна эта мысль по поводу зонтичной цели? Или, если что-то непонятно, то задайте вопросы. Так, Фасилиса, давайте, пожалуйста, друзья мои, не давать мне советов по поводу того, что мне надо пить от бронхита и так далее. Не говорите, что мне делать, и я вам не скажу, куда вам надо идти. Советы здесь я раздаю. Как нащупать, как увидеть зонтичную цель? Перебором. Только перебором. Да, то есть нет никакой, да, то есть, во-первых, я вам перечислю направление, да, и надо смотреть, надо тестировать. Так, переехала из Душенбе в Петербург, после этого стало проще во многих сферах жизни. Причем, вот отдельно тут надо смотреть, у нас будет на годе денег как раз следующее занятие, в следующий понедельник будет об окружении. И там есть очень серьезные такие ловушки, в которые сейчас люди очень часто попадают, именно связанные с переездом. когда человек, например, отправляется в эмиграцию и в итоге тем самым ломает, полностью ломает себе карьеру, ломает свою жизнь и больше уже не может восстановиться. Мне такие случаи известны. Вот, тоже здесь есть один очень важный нюанс, о котором я буду говорить. хорошо, идем дальше. Теперь, давайте так, я сформулирую вам, задам несколько вопросов и я попрошу вас сформулировать на них ответы. Вопрос, вот представьте, что прошло три года, начиная с настоящего момента, сегодня у нас 10 января 2023 года, вот 10 января 2026 года, прошло три года. Что главное должно произойти в вашей жизни за эти три года, чтобы вы были окей? Вот прошло эти три года, вы оглядываетесь назад и говорите, все супер, прям вот так, как надо, так, как запланировано. Вот что должно одно, самое главное произойти за эти три года, чтобы вы были окей? в вашей жизни, именно в вашей жизни, да, то есть давайте не надо переводить это на уровень каких-то политических событий, да, мы не этим сейчас занимаемся. Приобретение квартиры, написать книгу, вы можете не стесняться вот зонтичная цель и так далее, прямо пишите как есть, издание и продажа не менее десяти книг, написать три книги, переезд в Москву, увидела себя замужем, тоже, кстати, вот не надо этого стесняться, это тоже вполне себе понятная история, да, я вам больше скажу, у меня я как-то очень четко воспринимал женитьбу в свое время в молодости, вот я сейчас вспоминаю, я это очень осознанно воспринимал, да, и я каждую встречную девушку я рассматривал как свою будущую жену, да, не просто как сексуальный объект, а я думал, вот смогу, то есть я целенаправленно искал человека, с которым я смогу жить, да, я тогда это воспринимал так, что мне надо было зацепиться за кого-то, что меня несло абсолютно, меня, я просто как пушка на палубе был, и мне надо было за кого-то зацепиться, вот, и в итоге вот за кого смог, за того и зацепился, вот, и очень, конечно, первой жене своей за это Наталье благодарен, за то, что она меня столько лет терпела, вот, и потом, да, в дальнейшем, опять же, это было абсолютно сознательно взвешенное решение, да, что, да, вот это тот человек, с которым я хочу прожить свою жизнь, то есть, это вполне может быть сознательной целью, да, найти человека, найти партнера, с которым создать семью, авторский фильм, вышла замуж, тоже, не надо, я не вижу в этом ничего такого, как бы, вполне себе цель, издание нескольких книг, стабильный доход, заключить договор с издательством, купить квартиру, зарабатывать сценаристом минимум 500 тысяч, тоже вполне реальная цель, живу в своем доме, любимое дело, дающее доход, написать книгу, опубликованы три книги, полный метр, я сценарист, реализованные проекты, стать уверенным мастером игр, снизить вес, поправить здоровье, тоже вполне себе цель, то есть, если, например, вот это сейчас для вас является проблемой, то лучше этим и заниматься, не откладывать это на поток. Защитила диссертацию, так, воссоединение с собой, переехали всей семьей на юг, решить вопрос с финансовым потоком, окей, я все вижу, вслух, пока не буду читать, стабильный заработок в Италии были тысячи евро, вот, знаете, еще здесь один нюанс, когда человек, допустим, знает технологию, уже прошел этим путем, оглядываешься назад, и когда видишь, когда человек пишет, а, моя цель на три года написать книгу, и так немножко думаешь, а зачем для этого три года? Ну, книга пишется за, там, полтора месяца, вот, или, там, заработок в тысячу евро, да, и когда у тебя, ты владеешь технологией, зарабатывать, не знаю, 20 тысяч евро, после этого ты понимаешь, что тебе, чтобы заработать тысячу евро, это тебе надо очень сильно постараться, да, то есть, надо вообще прям ничего не делать и даже еще вредить, чтобы тысячу евро заработать, вот, и я понимаю, что есть люди, для которых мои цели, мои задачи, да, то, что я себе ставлю, для них это, а зачем это ставить, зачем, Молчанов, ты ставишь себе целью, это на три года, ну, это неделя работы, по-хорошему, да, то есть, я понимаю, что есть технологии, неизвестные мне, которые легко могут, там, все мои, все мои цели, могут быть достигнуты, там, за неделю. Так. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на дистанцию побольше, дистанцию подлиннее. Десять лет. Да, и вы, наверное, вот на три года хорошо мы сделали, да, а на десять лет вы заглядывали когда-нибудь? Вот за десять лет, что должно случиться в вашей жизни, для того, чтобы вы были окей? А десять лет быстро пролетят. Это, кажется, огромная дистанция. Через десять лет можно, наверное, и миллиардером стать, и Нобелевскую премию можно получить. Вот что должно произойти в вашей жизни, чего нет сейчас, за следующие десять лет, одно самое главное, чтобы вы были окей. Создание писательского тренинга, быть автором трех бестселлеров, три спектакля по пьесам идут, так, семья, своя киностудия, быть здоровой, освоить профессию, финансовый комфорт, создать свою систему, иметь пассивный доход, генеральный продюсер собственного продакшена, очень хорошо. Все четвери моих детей самостоятельны, есть своя школа. Тоже, например, если понимаешь технологию, школу можно запустить за три месяца. Я нашу сценарную мастерскую практически в том виде, в каком она есть, запустил за четыре месяца. Полная финансовая автономия. Я это говорю не для того, чтобы, типа, я круче вас, нет, для всего, что вот всех тех целей, которые вы перечисляете, для них, для всех есть технологии. Не все, естественно, не все эти технологии я знаю. Фактически я только две технологии знаю. Как школу запустить и как написать книгу или написать сценарий. Вот для любого проекта есть технологии. просто надо найти место, где вы можете эту информацию взять. Дом открытых дверей для детей и друзей. Очень хорошо. Живу на острове в окружении единомышленников. Владею и управляю ретрит-центром. Отличное здоровье всей семьи и по-прежнему счастливы вместе. Вот только этого вам будет достаточно. Наверняка есть еще что-то, что должно произойти за 10 лет. Наверняка что-то такое вы вот себе видите. Здоровье в гармоничных отношениях, финансовое обеспечение. Окей. Хорошо. Что самое главное должно произойти за вашу жизнь. Чтобы вы были окей. Вот вы прожили свою жизнь и оглядываясь назад, говорите то, что надо. Прямо так, как надо. Вот что должно произойти, чтобы вы были окей. выйти на истинное служение. Вопрос. А как вы поймете, что вы вышли на истинное служение? Наследие материальное и творческое. Признание. Знаю и выполняю свою миссию. Родится гениальная внучка. Автор бестселлеров. Понимаете, чем четче вы формулируете цель, тем выше вероятность, что вы ее достигнете. Да? Убрать я, выйти на человеколюбие. Окей, хорошо. Вот вы конкретно делать, что будете для того, чтобы убрать я? Вы знаете, что делать? Да? Хотя бы первое действие какое-то. То есть направление хотя бы действий. Да? То есть понятно, что всех действий мы не знаем, да? Такова на то она и цель. Так. Быть автором с мировым именем. Классик. Властитель умов. Организатор национального возрождения. Передать свое дело детям. Помочь миллиону человек в развитии. книги. Так. Уже сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что я ок. Только вот крутой книги не хватает. Я рок-звезда. Просветление. Передать свой опыт другим. Так. Есть. Хорошо. Теперь давайте вот так сформулируем. кем вы станете для того, чтобы это произошло? Вот есть ли какое-то изменение в себе? Вот сейчас я тот-то. А для того, чтобы вот это произошло, да, чтобы я стал конгруентным этому событию, да, этим событием, кем я должен стать? Вот назовите себя как-то, определите. Ну, например, в свое время, опять же, я, наверное, уже начинаю бесить всех, вспоминая свою жену, да, но тем не менее, она мне однажды как-то так в шутку сказала, что, типа, Молчанов, мы с тобой когда познакомились, у тебя было два пакета с грязной одеждой. Это действительно так. То есть, когда я уходил от первой жены, я взял, ну, два пакета с одеждой, все остальное оставил. Вот. Причем, эту одежду моя вторая жена тут же выкинула, купила все новое. Вот. И я ей сказал такую вещь. Когда мы с тобой познакомились, я был москвичом, я был знаменитым писателем, и я был миллионером. Хотя у меня, хотя я жил в Вологде, у меня даже вологодской прописки не было. Я был прописан всям же. Меня никто не знал. Я не умел писать толком. У меня не было тогда еще ни одной... А, нет, уже одна изданная книжка была, да, но никто меня не знал. И у меня не было ни копейки денег. И работы еще не было, ко всему прочему, в тот момент, потому что я уволился. Да. Но при этом я очень четко себя ощущал как живущий в Москве знаменитый писатель-миллионер. Да, то есть я это про себя знал. На самом деле знал еще раньше. Там был момент очень четкий, когда я это для себя обозначил. сказочным писателем, сценаристкой, писательным сценаристом. Вот это очень важно. Определение сказочника, писателя, успешным композитором, тренером. Хорошо. Теперь вопрос. А что вы измените в себе для того, чтобы стать таким? Вот что вам надо изменить для того, чтобы вы стали таким? Писателем, художником, автором бестселлеров. Что вам надо изменить в себе? Узнать, исследовать технологиям. Повысить уровень профессионального образования. Уже меняю. Часть правильно писать. Работаю продуктивно. Режим пока ничего. Так, а почему тогда вы до сих пор этой цели не достигли? Или если вы достигли, то зачем тогда вы это ставите как цель? Если ничего не надо менять, значит, и так уже все в порядке. Значит, цель достигнута. Писать каждый день, писать регулярно. способ мышления. Стать еще более активным в поисках работы. Усернее заниматься письмом. Завязать знакомство с писателями. Вы тоже смотрите, коллеги, смотрите на то, что другие пишут, да, может быть, вы там увидите какую-то подсказку для себя. Научиться писать. Вот мне интересно, все, научиться писать, научиться писать. А в чем проблема? Вот у вас прямо перед глазами вход. Да, для всех писателей вход в мастерскую. Нет никакой проблемы. Заходите и начнем учиться. Я достигла цели. Зачем тогда вы ее ставите сейчас? Другое что-то поставьте, другую цель. Ну, или можете почивать на лаврах теперь. Тоже вполне себе нормальная технология. Интересно, кстати, что у нас нет способа существования для писателя после того, как он заканчивает писательскую карьеру. Да, то есть если человек вдруг перестает писать, его всегда все начинают жалеть. Талант его покинул. Да, или что там селинджер, что такое с ним произошло? не хочется человеку больше писать, не пишет. Нормально совершенно человек там полвека еще жил, занимался своими делами. Нет, ты писатель, ты должен писать. Ну, не хочу, все, мое предназначение выполнено. Могу заниматься чем-то другим теперь, учить людей, например. Поэтому предназначение такая штука обоюдоострая. Да, то есть, если оно есть, и ты ему не соответствуешь, что ты, сука, преступник. Да, то есть, если вам даден талант писательства, вы должны писать. Ну, и наоборот, если вас предназначение уже выполнили, написали все, что надо писать, но хотите еще писать, да, это тоже ни к чему хорошему не переведет. То есть, и есть такие примеры авторов, которые уже написали все, что должны были писать, и уже можно бы уже не писать. То есть, писать, когда тебе не надо писать, это точно такое же преступление. Заполнять бессмысленными текстами пространство. Попасть. 70 тысяч это пока проблема. Ну, так, я вас не понимаю, Ольга. Поставьте задачу себе заработать 70 тысяч. Ну, это за месяц можно. Но у меня был студент один, который тоже 70 тысяч проблема. Я говорю, так идите и заработайте. А он еще глухой. То есть, ну, он инвалид, физически глухой. Он пошел и заработал 70 тысяч. Пришел в мастерскую, написал сценарий. я для него специально делал конспекты, текстовые конспекты каждого урока. Потому что я уважаю человека, который раздобыл денег и пришел учиться. Нет никакой в этом проблемы. если появятся соответствующие нейросети, карьера писателя пойдет дальше. Что так можно было? Да, можно. Можно так писать. К сожалению, у нас нет практики, нет традиции не писать. Хотя это не такой уж редкий случай, когда писатель перестает писать. Как Рэмбо, например. Но поэты вообще очень часто быстро исписываются. В 21 год он закончил писать. И после этого еще 20 лет жил. Селенджер не писал эти 50 лет. То есть тоже куча разговоров было о том, что у него столько лет прошло, нет никаких текстов. Если хочется писать, понимаете, опять же, человек на самом деле всегда чувствует это про себя. надо ему писать или нет. И проверить это очень просто. Надо ли вам писать. Хотите, я вам дам такое упражнение на проверку, нужно вам писать или нет. Мысленное такое упражнение. Вы можете его сделать прямо сейчас. Вот представьте, давайте сделаем. У нас сегодня последнее занятие, поэтому можем сегодня от души поработать. Представьте, что вы приходите к какому-нибудь мудрецу, волшебнику, который всегда прав, который никогда не ошибается. То есть он смотрит и видит человека насквозь. И у него 100% попадания. То есть если он что-то предсказывает, он на 100% прав. Вот он 10 тысяч предсказаний сделал про разных людей и 10 тысяч раз оказался прав. И вы приходите к нему и задаете ему один единственный вопрос. Скажи, есть ли у меня писательский дар? Являюсь ли я писателем? Он смотрит на вас, прямо в душу вам заглядывает и говорит вам нет, у тебя писательского дара нет. И вы идете домой, плачете, напиваетесь, расстраиваетесь, пишете в фейсбуке или в контакте, пишете, что да пошло, оно все к чертовой матери, все зря, жизнь хлам и так далее. Ложитесь спать, мечетесь в тяжелом сне, во сне видите рожу этого мудреца с его дурацким предсказанием. Потом утром просыпаетесь, делаете себе кофе, садитесь и начинайте писать. Вот если это так, то значит вы писатель. И это ни с чем не перепутаешь. Значит вам надо писать. Что бы там какие бы мудрецы вам не говорили. Так. когда начало курса. Ну сейчас мы закончим набор, я думаю, и начало будет сейчас скажу 1 по-моему марта. Там надо смотреть какой пик в первый четверг марта начало. по-моему 2 марта. Боюсь ошибиться. Так. Хорошо. Вот вам очень простое это самое. Когда пендель будет? Пендель будет параллельно с полнометражным курсом. Теперь давайте мы сделаем небольшую технику. Я вам заложу сейчас это тоже техника, тоже механика. Заложу вам сейчас воспоминания. Вашу память. Воспоминания оно же предсказание о вашем будущем. Которое даст вам гарантию того, что вы действительно сделаете то, что запланировали и самое главное, что вы станете тем, кем вы захотели себя видеть. Во всяком случае это упражнение значительно повысит вероятность того, что так с вами и произойдет. Я попрошу вас в течение следующей минуты сконцентрироваться на вашем дыхании. Считаем вдохи от одного до десяти. Потом от десяти до одного. вдоха вдоха до десяти. Два дошли до десяти. Потом девять восемь семь шесть пять четыре три два один два три четыре пять и так далее. Считаем вдохи. И когда прозвучит сигнал остановки, напишите в чате цифру, на которой вы остановитесь. Итак, считаем вдохи от одного до десяти. Про себя. И начали. Два до 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 и стоп напишите в чате на какой цифре вы остановились есть отлично теперь мы сделаем собственно саму эту медитацию сядьте с прямой спиной так чтобы ноги были не перекрещены во время медитации ничего не пишем в чате просто слушайте то что я вам буду говорить и делайте то что я вам буду говорить видео я закрою сделайте вдох выдох медленно вдох выдох вдох и с выдохом закройте глаза поверните голову вправо верните ее перед собой поверните влево верните обратно наклоните голову вправо вы примите наклоните влево вы примите приподнимите плечи отпустите и поднимите предплечье отпустите чуть согните руки в локтях вы примите согните сожмите кисти рук в кулак разожмите и расслабьте чуть-чуть наклонитесь вправо вы примитесь наклонитесь влево вы примите чуть-чуть согните ноги в коленях разогните сожмите пальцы ног разожмите вы полностью расслаблены сделайте вдох-выдох 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 теперь представьте что вам восемь лет после второго класса во время каникул вы либо в деревне либо в на даче да то есть в каком-то месте где куда вы ездили на отдых если не ездили никуда то представьте просто свою квартиру в которой вы жили летом когда вам было восемь лет представьте ту комнату в которой вы жили тогда и вот вы просыпаетесь лежа на кровати или на диване рано утром в окно светит солнце вы откидываете одеяло встаете ваша одежда лежит рядом на стуле берете и одеваетесь подходите к двери открываете открываете выходите из квартиры или из дома если лестница или лифт спускаетесь выходите на улицу вспомните то что вы видели тогда оглянитесь смотрите какое верху синее небо вдохните свежий воздух выдохните вы слышите рядом где-то лай собак проехала машина а прямо перед вами дорожка и вы по ней идете пройдя несколько шагов вы видите что на земле что-то лежит вы наклоняетесь поднимаете это белый конверт вы открываете его достаете из него листок бумажки в клеточку тетрадный лист согнутый пола и сбоку по краю вы его разворачиваете и на нем написано ваше имя и написано что в две тысячи двадцать третьем году ты будешь и написано то чем вы кем вы хотели стать будешь знаменитым писателем будешь знаменитым сценаристом будешь основателем мастерской вот то что вы себе загадали вот это там и написано напомню вам восемь лет вы еще для вас двадцать третий год вы не знаете где это когда это может быть вы даже не знаете что это такое да это слово которым вас назвали вы удивлены вы разрываете этот листок конверт и выбрасываете разворачиваете разворачивайтесь назад входите в дом входите в квартиру входите в комнату раздеваетесь складываете одежду на стул ложитесь на кровать накрываетесь одеялом и засыпаете вдох выдох вдох выдох и вы снова просыпаетесь в окно светит солнце вы откидываете одеяло встаете с кровати подходите к стулу берете одежду одеваетесь выходите из дома смотрите вверх синие небо слышите лай собак проехала машина делаете вдох свежий воздух видите дорожку перед собой идете по ней видите конверт наклоняетесь берете его открываете там тетрадный лист переложенный пополам на нем написано ваше имя и в 2023 году ты будешь и то что вы себе загадали вы кладете конверт и записку в карман и забываете о ней возвращаетесь в дом ложитесь раздеваетесь ложитесь на кровать закрываетесь одеялом и засыпаете вдох выдох вдох выдох вдох выдох вдох выдох вы снова просыпаетесь откидываете одеяло встаете берете одежду со стула одеваетесь выходите из дома вверху синее небо слышен лай собак проехала машина делаете вдох свежий воздух дорожка под ногами вы идете по ней видите видите конверт наклоняетесь берете распечатываете там тетрадный лист переложен пополам на нем написано ваше имя в 2023 году вы будете и то что вы себе пожелали вы кладете записку в карман и она теперь всегда с вами всегда в этом кармане вы можете в любой момент мысленно ее достать и посмотреть на нее эти буквы теперь навсегда впечатаны в ваше сознание и вы запомните это на всю жизнь вплоть до 2023 года вы возвращаетесь домой раздеваетесь ложитесь в кровать накрываетесь одеялом и засыпаете вдох выдох вдох выдох вдох вдох выдох пошевелите пальцами ног сожмите их разожмите согните колено ноги в коленях разожмите наклонитесь чуть вправо выпрямитесь наклонитесь чуть влево выпрямитесь сожмите пальцы в кулак на левой и на правой руке разожмите чуть сожмите руки в локтях согните разогните налог приподнимите предплечье опустите приподнимите плечи опустите наклоните голову влево выпрямите наклоните голову вправо выпрямите примите. Поверните голову вправо, выпрямите. Поверните голову влево, смотрите перед собой, сделайте вдох, выдох, вдох, выдох, вдох и с выдохом открывайте глаза. Потянитесь, почувствуйте свое тело, вернитесь в свое тело. Можно чуть-чуть подвигаться, пошуметь, сказать что-нибудь вслух и каковы ваши впечатления. Напишите в чате, ну или просто отметьтесь в чате, что вы вернулись, вернулись в сознание. Так, есть, все. Теперь вы, может быть, постепенно забудете об этом и не будете об этом вспоминать, но это предсказание, оно уже с вами, потому что вы, у вас это теперь было, когда вам было 8 лет, вы видели такой конверт с таким предсказанием. Хорошо, друзья мои. Так, теперь сегодня на этом мы с вами заканчиваем. Конверт ваш остается с вами навсегда, мысленно можете на него посмотреть. Домашнее задание очень простое, я понимаю, что не все его выполнят, конечно, но мне надо человек 10, чтобы из вас его выполнить. Ссылка перед вами, проходите по ссылке, подавайте заявку, оплачивайте и присоединяйтесь к нашей сценарной мастерской. Также в течение года продолжайте каждый день дарить и получать подарки от Вселенной. Каждое утро в течение этого года я буду выкладывать посты, делайте репосты, пишите отчеты ежедневно о получении подарков. И если вы это сделаете, те из вас, кто это сделает, у вас это будет чудесный год, полный подарков. И очень многое в вашей жизни изменится за этот год. Еще одна просьба. Прямо сейчас, не отходя от кассы, после того, как вы оплатите сценарную мастерскую, сразу после этого напишите отзыв об этом тренинге, о самодисциплине в ваших соцсетях. Не надо писать его мне в комментариях здесь, да, это не для меня. Хотя мне всегда тоже приятно после тренинга, я 10 дней честно работал с вами с полной самоотдачей. Отзыв – это не реклама. Отзыв – это упаковка знаний. То есть вот вы 10 дней знания и навыки получали, и когда вы пишете отзыв, вы это упаковываете. И от того, как вы упакуете, зависит, как вы это будете использовать. Отзыв всегда должен быть восторженным. Если вы читали отзывы о нашей сценарной мастерской, я напрямую говорю, что, ребята, всегда пишите восторженные отзывы. Потому что восторженный отзыв повышает ценность полученного опыта. А даже если вам что-то не понравилось, никогда не пишите негативных отзывов, потому что негативный отзыв, он всегда опыт обесценивает. И написанный позитивный отзыв, он значительно увеличивает ваши результаты. И поставьте голос. Я начал терять голос прямо к концу тренинга. Обязательно поставьте в этом отзыве ссылку на мою страницу, где все находятся, все 10 уроков этого тренинга. И оставьте в комментариях ссылку на ваш отзыв. Я их потом читаю, тоже все заряжаюсь, заряжаюсь позитивом. Вот то, что я вам хотел рассказать. И еще одну напоследок вам хочу рассказать историю. Эту историю я услышал в притчу в одной из программ Бориса Гребенщикова «Аэростат». Она мне очень понравилась, потому что она, на мой взгляд, об очень важных вещах. Был некий император, у которого был придворный музыкант. И вот он узнал о том, что у этого придворного музыканта есть учитель, который поет так, что прям вот не в сказке сказать, не пером описать. И он попросил ученика «Приведи мне своего учителя, чтобы он спел до меня». И тот ему сказал «Нет, так не сработает». То есть он не будет петь при дворе, потому что другие энергии здесь ходят совершенно. И тогда император переоделся слугой и сказал «Я пойду как твой слуга, в качестве твоего слуги, и пойду к твоему учителю, и ты попроси его спеть». Они так и сделали. И учитель, конечно, не будь дураком, он, естественно, понял, что это не слуга, а император. Но он очень уважал это, вот то, что он смиренно, как слуга, пришел для того, чтобы послушать это пение. И сонастроился с миром и спел так, как такого пения император никогда не слышал. И поблагодарив и наградив его, он отправился обратно во дворец. И он все время мысленно возвращался к этому пению. И вот он в какой-то момент попросил своего музыканта спеть еще раз для него ту же самую песню. И он спел, рагу какую-то там определенную, индийскую. Вот спел, и император задумчиво сказал «Странно, вроде бы те же слова, вроде бы та же музыка, вроде бы вообще все то же самое. Но вот это совсем не то же самое, что была песня в исполнении твоего учителя. Как же так?» И музыкант сказал «Понимаешь, император, я сейчас пел для тебя, а мой учитель пел для Бога». И вот эта мысль, с которой мне и хочется вас сегодня оставить. Я хочу, чтобы вы писали не для императора, а чтобы вы писали для Бога. Потому что мы Богу нужны только до тех пор, пока мы пишем. А если мы не пишем, мы ему нахрен не нужны. Вот это то, с чем я вас сегодня хочу оставить. Большое вам спасибо за внимание. И увидимся в нашей сценарной мастерской. И на этом самодисциплина 2023 года объявляется закрытой. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо вам за ваши комментарии. Мне было с вами очень приятно эти 10 дней. Я вас люблю. Спасибо. 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 Спасибо.